Ой, здрасте, мордрасте. Здравствуйте, здравствуйте. Привет, 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 привет. Привет, привет. Ребят, вы почему так плохо подписываетесь на страничку, которую я выставила в сториз. Это вообще-то моя будет вторая страница, и она будет очень интересная. Давайте быстренько все подпишемся, сделаем уважухи, старушки-гозис. Ты в Калининграде? Привет, да, уже да. Очки крутые, да, вообще бомбовские. Я о них мечтала. Я прям хотела. Такие очки, они мне идут вообще, ребят? Или мне кажется, у меня какое-то лицо дрщавое в них, либо норм. Как попасть на Дун-2? Да прийти просто на Самура Машелла 5 на кастинг, и все, и все будет нормально. Как долго ты реабилитировалась после мамопластики? Полтора месяца я не снимала корсет, так скажем. Очки сними, пожалуйста. Блин, не хочу очки снимать, я не накрашенная, уставшая. Вообще, я заметила, знаете, когда вы много общаетесь с людьми, короче, люди это такие вампиры. Даже если они считают, что они не вампиры, они реально вампиры. Они высасывают, вот просто они вот отсасывают твою энергетику, черт возьми. И вот я сижу и понимаю, что что-то как-то плохо мне. Полетели на море, анестези, полетели, полетели, куда, где тепло, блин, полетели. Полетели на Кипр, он. Очки шик, ну, Саня, у тебя лицо худенькое, не очень идут они тебе. Да вообще, плевать, главное, очки клевые. А почему так мало народа тебя смотрит? Ну, видимо, я не очень интересная девчонка, для этого меня не смотрят. Конечно, когда я рассказываю о какой-нибудь хуйне или... Привет, да, и даже человек меня... Даже люди меня не замечают, я им машу, им похер. Вот, и когда я рассказываю о какой-нибудь херне, или у меня какие-то провокационные прямые эфиры, конечно, смотрят. А так, что смотреть? Я такая же, как и вы, унылая. Просто бомба, спасибо. Что у тебя за машина? Ёп-ёп, ёшкин кот! Один и тот же вопрос каждый божий день. Машина у меня просто, просто машина. А очки не подходят под это пальто. Согласна с вами, завтра одену пуховик и спортивный костюм. Сашуль, ты классная, передай привет Молдавии. Молдавия, привет, сильно идут очки, спасибо. Классно, классно. Вот, всем очень важно обсудить очки. В очках сторона отсвечивает, и не кажется, что... О, Господи, когда у тебя день рождения? 2 июня, веселая, ты прикольная. Да, спасибо. Саш, ты лучшая. Благодарю. Приятно. Саша, ты губы делала? Нет. Какой фильм ты... Фирма. Как не ревновать? Вот знаете, сама думаю, блин, как не ревновать? Вот почему мы люди, даже как-то самоуверенные, все равно не уверенные? Это такой вопрос, мне кажется, он актуален на сегодняшний день. Либо потому, что ты знаешь, что на улице творится, что все трахаются, изменяют, что-то там ходят, что-то там это... Проститутки юбки надели короткие, то есть вышли уже на охоту, либо что, либо... не знаю, короче. Ревность это вообще ужас. Да ты в какаху накуренная, да пипец просто. Ты верная? Да. Куда едешь? Приехала сейчас на очередную встречу. Я надеюсь, у меня силы останутся, чтобы подоехать потом до дома. Как твоя жизнь после Дом-2? Да, ну, вообще потихонечку, помаленечку, по крапалечке, по семечку. Обожаю тебя, спасибо. Как пережить развод? Развод? Да, пьяненькая, короче, за рулем здесь гоняю. Как пережить развод? Да просто жить. Если ты приняла решение развестись, значит, это чудо-юдо вообще не по твоей теме. И слава богу, что ты приняла это решение сейчас. Поверь мне, время оно не лечит, но оно притупляет вот эту вот боль. Боль, 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 боль. Что посоветуешь посмотреть? Посоветую посмотреть про основателей Макдональдс. Офигенный фильм на реальных событиях. Мне он безумно понравился, и я хочу на днях, когда у меня будет побольше сил и времени, пересмотреть его еще раз. Любимая песня, любимая песня. Люби меня долго-долго, чтобы больше не было больно-больно, одинокая. Вот это. Какой у тебя рост? 165. Ты лучше передай привет Диме. Какому-то я его люблю. Люби. Всего хорошего вам. Димка, привет. Вернешься на дом 2? Не. Что делать, если плохие отношения с родным братом? Ох, искать компромиссы. И самое главное, вы должны понять друг для друга, что кроме вас роднее нету. И вот есть мама, конечно, там папа, хорошо, бабушки, дедушки, но вы родные, и ругаться не стоит. Саша, ты самая красивая, люблю тебя, так хочется очень с тобой вживую познакомиться и обнять. Может, когда-нибудь это и случится. Я эту песню еще слушала, когда вообще про Зевер даже не разговаривали, если честно. Сколько тебе лет? 28. Ты сейчас в Москве? Нет, я улетела. Привет, Крозавица, как жизнь молодая. Вообще нормально. Голос у тебя шикарный. Спасибо. Чем занимаешься в свободное время от работы? К сожалению, я себя обременила второй работой, и теперь у меня нет свободного времени. Это меня, конечно, даже немножко подрастраивает. Я даже думала, что скоро я перестану спать, есть, пить. Короче, главное пить перестану. Говорит бытой мечты. Когда замуж? Замуж. Не могу вам рассказать. Сказать тоже не могу. Там будет рассвет, так монотонно. Там, где нас нет. Зеленые волны манят наверх. Кто сказал, что любить друзьям нельзя? Наблюдать издалека никому в глаза не скажут. Уже в замуж не втерпешь. Нет. На самом деле, я там была, кроме супов, грязных носков и кучи просто геморроя сверху, ничего не видела. И пока мои ассоциации с замужеством именно такие. И знаете, туда не очень тянет, потому что реально как-то не айс было. Вот когда будет все чики-пуки в шоколаде, тогда и замуж пойду. Вот так вот. Вам нужно петь. Спасибо. Почему сейчас все стали сдувать губы? Я не стала сдувать губы. У меня просто не получается приехать к Алиму и надуть их. Вот в чем проблема. Наш маршрут, кто сказал. Вы вместе с тигрой живете? С тигрой мы живем только в тот момент, когда я прилетаю в Москву. Вот так мы живем раздельно. Я живу в Калининграде, он живет в Москве. Так. А это где так светло? В Калининграде. Где Софийка? Софийка, наверное, сейчас бабушка пошла за ней в садик забирать ее. Сколько тебе лет? 28. Ты крутая, как очки. Меня еще никто не сравнивал с очками. Очень классно. 5 баллов. Не трогай губки, они у тебя супер. Но мне хочется все равно, знаете, подкачать. Вот я привыкла уже к утиной истории. Вот без утиной истории как-то тяжело живется. У тебя супер губы, не надо дуть. Подумаю. А, ну да, сейчас самое время букетно-конфетного периода. Тем более, сейчас весна. Сейчас будет лето. Это, это вот прикиньте, вот кто сейчас выходит замуж. Вот она, сука, сядет и будет там что-то стараться, что-то делать. А я как жила, я так и живу. Зачем мне замуж выходить? Вот зимой надо, ось по осени выходить замуж. Короче, вышла замуж и все, и села вот это вот там. Готовишь, что-то стараешься, делаешь. Весной, летом надо тусить, гулять и отдыхать. Девушка тачки не может снимать. Потом говорит, тебе не видно. Голос нереальный, поешь очень классно. Спасибо, Лилечка, привет. Да ну нафиг этот замуж, блин. Да вот ты, я думаю, да ну нафиг ты замуж, блин. Но, но надо, надо, потомство надо делать только в браке. Нельзя залетать. Вот, но это лично для меня, вот ни в коем случае. Так на зиму только потом, а так на зиму только потом опять. Не, ну у меня такого не будет. Я если уже буду выходить замуж, то, как и в первый раз, я думала, что это будет навсегда. Как дочку зовут? София, тигра тебя не ревнует? Нет, я ни разу не дала повода для того, чтобы меня ревновать. Не вздумай замуж выходить. Почему? Что-нибудь даешь, доченьки, чтобы не заболела в садике? Тьфу-тьфу, у нас хороший иммунитет, но иногда для профилактики даю детский аноферон. Где Софийка? Я думаю, еще в садик... Нет, уже пришла садика. Как Тигра зовут? Ну вот я 8 месяцев молчала, здесь не скажу. Софа красивое имя. Согласна, потом можно сейчас еще пококетничать. Пусть поухаживает. Ну да, согласна. Где стоишь? Стою, жду человека для встречи. Сколько время у вас? Время 7. Калининград крутой, согласна. Дрянь моя, привет, как ты? Охрененно, привет, скотина. Все хорошо. Ты домой или еще куда-то едешь? Еду, у меня сейчас одна встреча, потом другая встреча, потом третья встреча, и потом через все встречи опять встреча первая. Красивая мама. Спасибо. Ответь, пожалуйста, в личное сообщение. Пишите, отвечу. Александр, помогите, пожалуйста, с рекламой благотворительного фонда. У меня скоро будет свой благотворительный фонд, так что, ребят, сори. Клево, возвращайся на проект. У Ефременковой 3000 зрителей. Ефременкова ведущая и очень интересная. Я не настолько интересна. Красиво выглядишь. Спасибо, Сань, ты огонь. Передай привет Насте. Настя, привет. Почему такие секреты по поводу тигры? Ну, потому что человек изначально не медийный, и заявило желание не быть таковым. Но я ему уже сказала, поставила перед фактом, когда у меня будет миллион подписчиков, я выставлю его вместе с собой на фотографии. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь ответите? Отвечу, он Дагестан, салам. Счастье любит тишину. Да, это все херня. Счастье любит тишину, все дела. Если ты уверен в себе, если ты уверен в своем партнере, то никакая тишина ничего тебе не поможет. То есть я не считаю, что надо строить отношения на том, чтобы прятать друг друга от людей. Потому что человек женатый. Точно, точно. Набираем миллион. Конечно, набираем миллион. Давайте всех своих подписчиков приговаривайте на то, чтобы подписывались. Минск, привет. Саш, какая помада на тебе? На мне сейчас нету косметики. От Молдавии, привет. Опариной, привет. Это Балтиск. Балтиск, привет. Я восхищаюсь тобой. Обощрежаю. Ты лапочка, ты прелесть. Спасибо большое. Сколько у тебя времени? Сейчас 7. Ты красотка. Спасибо. У Яна Шестусова и 700 человек в эфире, а у тебя 300. Ну, Яна, видимо, интереснее вещает, нежели я. Ты мне всегда нравилась. Спасибо. Ну, не хочет человек показывать его, не приставайте к ней, покажи, да покажи. Ну, да. У вас большая разница в росте? Нет. Да, блин, не отвечаешь. Белые ночи? Нет, не белые ночи. У нас всегда так. Новосибирску привет. Привет. Сыночка, хочешь? Да я не знаю, что я хочу, короче. Не знаю. Что у кого хочу? Ничего не хочу. Ты веришь женскую дружбу? Да. Но эта дружба, она все равно немножко имеет такой характер немножко такой интересный. Просто счастье любит тишину, точно херня. Согласна. Общаешься с кем-то из дома два? Конечно. Ладно, ребят, пошла я, короче, кофе попьем. Вот, а то у меня уже что-то сил нету. Все.